Доброе утро! Копейка рубль бережет, а ежедневные поездки на общественном транспорте при оплате за проезд картой МИР, загруженный в смартфон, сэкономят бюджет граждан как минимум на горячий кофе в прохладную осень. На каких условиях действует скидка и насколько удобна оплата за проезд через мобильное приложение, расскажет Майя Хамдохова. В Карачаево-Черкесии продолжает действовать предложение от платежной системы МИР, которая позволяет ездить со скидкой 5 рублей в автобусах и троллейбусах республики. Все, что нужно, это оплачивать проезд с картой МИР, загруженной в смартфон. Для того, чтобы воспользоваться скидкой, следует заранее скачать на телефон на базе Android один из мобильных платежных сервисов, например, приложение МИР.Пэй. С помощью него все пользователи могут легко и быстро оплачивать свои поездки, избавляясь от необходимости иметь при себе наличные деньги. После установки приложения, следуя подсказкам на экране, необходимо загрузить в сервис данные национальной карты. Для оплаты проезда достаточно поднести мобильное устройство к терминалу. За поездку автоматически спишется сумма с учетом скидки в 5 рублей. Вы пользуетесь общественным транспортом? Да, пользуюсь общественным транспортом. Оплачиваете наличными деньгами или картой? Я оплачиваю картой МИР, а также пользуюсь приложением МИР.Пэй. Вы же знаете, да, что если пользоваться приложением, при оплате общественного проезда там действует скидка 5 рублей. Да, я пользуюсь ею. Удобно? Очень удобно. На фоне регулярных поездок скидка в 5 рублей позволяет существенно экономить бюджет граждан республики. По данным аналитиков плачевной системы МИР в общественном транспорте, Карачаево-Черкесия стали активнее пользоваться безналичным способом оплаты. Так, за три месяца действия акции пассажиры в полтора раза чаще стали расплачиваться за проезд карты МИР, загруженный в смартфон. Это очередной шаг к оптимизации системы общественного транспорта и повышению уровня комфорта для пассажиров. За три месяца действия нашего предложения пассажиры общественного транспорта республики стали в полтора раза чаще использовать для оплаты в транспорте карту МИР, загруженный в смартфон. Напомню, что в предложении акция будет действовать в Карачаево-Черкесии еще до конца сентября. Проехать со скидкой можно в автобусах и троллейбусах республики, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Предложение продлится еще пару недель до 30 сентября текущего года. Майя Хамдохова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Завтра в Черкесске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Карачаево-Черкесской Республики и Дню города Черкеска. Программа насыщенная и разнообразная. До 8 утра на проспекте Ленина в районе Драматического театра откроется выставка-ярмарка достижений народного хозяйства Карачаево-Черкесии. И по соседству можно будет посетить сельскохозяйственную ярмарку и приобрести товары по ценам ниже рыночных. Разнообразная программа ждет жителей и гостей республики в парке «Столетие Карачаево-Черкесии». А в 11 часов можно будет увидеть яркое представление на площади перед мэрией Черкесской. Откроется светомузыкальный фонтан. А с 12 часов начнутся мероприятия в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Всех любителей футбола приглашают на матч в 16.00. И впервые состоится киносеанс под открытым небом в музейном дворе музея-заповедника с 19 до 20 часов. Подробно с программой мероприятий вы можете ознакомиться в нашем телеграм-канале «Вести Карачаева-Черкесия». Далее прогноз погоды. А в 9 часов смотрите «Вести Северный Кавказ». Удачного дня, приятных вам выходных и до встречи в эфире. Северный Кавказ. В Черкесске кратковременный дождь, днём гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, а днём 26-28 градусов тепла. Северный Кавказ. Северный Кавказ. Северный Кавказ.